Площадь охотхозяйства 22 тысячи гектар, из них полевые 8 тысяч гектар, 13 тысяч лес и 2 тысяч водоем. Он знает каждую сотку земли. Владение Карамалинского охотхозяйства Руслан Ахметянов объезжает ежедневно. Спидометр его вездехода в день наматывает до 100 километров. Следить за состоянием лесов круглый год и в любую погоду задача не из легких. Но любовь к природе, привитая отцом в детстве, стала смыслом жизни для молодого егеря. В детстве с отцом постоянно в лес ездил. Отец занимался охотхозяйством, сейчас также занимается охотхозяйством. Постоянно меня с собой брал. Мне это интересно было. И на данный момент до сих пор вместе мы совместно поддерживаем охотхозяйство. Работа егеря – это не только прогулки по лесу. Выявление нарушений и недопущение случаев браконьерства – одни из главных задач. Ну и, конечно, забота о диких животных, которых в заинских лесах большое количество. В наших лесах обитает лось, косуля сибирская, косуля европейская, зайцы, бурсуки, видная собака, лисицы. Не за горами зимний период. Осень – время подготовки кормушек и солонцов для обитателей леса. Каждая из конструкций изготавливается в зависимости от вида животных. Пшеничку, рожь, чмень. Мы здесь уже все подъели как раз. Сейчас насыпем новое. Заготавливаем сено, зерно. Подсыпаем на косулины, солонцы получается, кормушки. Веточный корм заготавливаем. Работа егерям подарила Руслану уникальную связь с природой. Он проводит часы, наблюдая за животными, слушая звуки леса. С детства научился различать следы животных, знать их привычки и повадки. Ага. Вот теленок подходил с мамкой. Получается, вот маленький след направления, сопыта. Руслан Ахметянов не просто защитник природы. Он ее голос и хранитель. Любимая работа наполняет его жизнь гармонией и дарит вдохновение. Эльмира Шабрина, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова. Новости Заинска.